Что может сравниться с теплым, мягким, только что выпеченным хлебом? Только хлеб, который правильно хранили, не позволив ему утратить вкус, аромат, пользу и питательные свойства. По последним данным диетологов, свежевыпеченный хлеб не так полезен, как тот, который пролежал день-два, немного зачерствел, и из него испарились все продукты брожения. Но это справедливо только в случае, если для хранения хлеба были созданы благоприятные условия. Что это за условия, как правильно хранить хлеб и как хранить его не нужно, рассмотрим ниже. Энтон Пепеп. Как правильно хранить хлеб, завернутым в ткань. Раньше для этой цели использовали грубый холст или льняное полотенце. Хлеб, завернутый в полотенце, хранился до недели. К концу недели он твердел, но не терял своего вкуса и полезных качеств. Ткань, в которую заворачивается хлеб, должна быть абсолютно чистой, но стирать ее лучше обычным хозяйственным мылом, потому что стиральный порошок или ополаскиватель для белья оставляет. Запах. Его можно не заметить при обычном использовании полотенца, но если завернуть в него хлеб, этот запах будет чувствоваться в хлебе. В полиэтиленовом пакете. Можно хранить хлеб в полиэтиленовом пакете, он не будет черстветь 4-5 дней. Но если положить в полиэтиленовый пакет еще теплый хлеб, то на стенках пакета образуется конденсат, и хлеб быстро заплесневеет. Для предупреждения появления плесени в том случае, если хлеб очень влажный, в стенках пакета можно сделать небольшие отверстия. В бумажном пакете. В полиэтиленовых пакетах хорошо хранить мягкий хлеб. Если же вы хотите сохранить хрустящую корочку хлеба, то его лучше хранить в плотно закрытом бумажном пакете. Если нет бумажного пакета, можно завернуть хлеб в бумагу, но ни в коем случае не в газету, так как он пропитается типографской краской. В специальном мешочке. В последнее время в продаже появились специальные многослойные мешочки для хранения хлеба. Ткань мешочка состоит из трех слоев. Наружный и внутренний слой, хлопчатобумажные, средний слой перфорированный полиэтилен. В мешочках из такой ткани хлеб долго остается свежим и вкусным. В морозильной камере холодильника. Это очень хороший способ долговременного хранения хлеба, без потери полезных свойств и вкусовых качеств. При температуре минус 18 градусов хлеб может храниться до полугода. Перед употреблением его нужно разморозить, вынув из холодильника и оставив при комнатной температуре на пару часов. Для ускорения процесса размораживания можно поместить замороженный хлеб в микроволновку или в духовку. Следует отметить, что размороженный хлеб очень быстро черствеет, поэтому перед заморозкой его лучше нарезать на кусочки и завернуть в фольгу или в полиэтиленовые пакты. А размораживать именно то количество, которое вам необходимо. В хлебнице. В закрытом пространстве хлебницы хлеб может легко храниться несколько дней. Но не нужно забывать о поддержании чистоты хлебницы, чтобы избежать появления плесневых грибков. Считается, что если в хлебницу вместе с хлебом положить яблоко, сырую очищенную картофелину, небольшую открытую солонку с солью или кусочек сахара, то хлеб дольше не будет черстветь. В виде сухарей. Это самый простой и самый древний способ хранения хлеба. В засушенном состоянии хлеб сохраняет все свои полезные качества. Единственный минус – это его твердость. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Но этот минус может стать плюсом, если нарезать хлеб на небольшие квадратики, высушить в духовке или просто на открытом воздухе, а потом класть в суп в качестве гренок. Освежить засохший случайно или засушенный специально хлеб можно несколькими способами. Самый простой – побрызгать сухой хлеб водой и поместить его в разогретую духовку. Температура не должна быть слишком высокой, а хлеб должен находиться в духовке около пяти минут. Вместо духовки можно воспользоваться микроволновкой. Еще один способ – паровая баня. Кусочки засохшего хлеба кладут в дуршлаг или на сито и помещают над кипящей водой. Хлеб быстро размягчается. Как неправильно хранить хлеб, не нужно класть на хранение еще теплый и влажный хлеб. Если вы закроете его влажным, не важно где, в пакете, в хлебнице, в кастрюле, на нем быстро образуется плесень. В холодильнике. Так он черствеет и портится быстрее, чем при хранении в комнате. Происходит это потому, что температура холодильника, 2-3 градуса, способствует более быстрому испарению влаги. А нужно отметить, что влажность свежего хлеба достигает 50%. Влага испаряется, хлеб становится очень жестким и невкусным. Не храните в одном пакете разные виды хлеба. Черный и белый хлеб, оказавшись рядом, будут отрицательно влиять на микрофлору друг друга, что приведет, во-первых, к смешению запахов, во-вторых, к быстрому заплесневению. Зная, как хранить хлеб, можно извлечь максимальную пользу из этого продукта, который долгое время был основополагающим в нашем рационе. И для многих остается таковым по сей день. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.